Начнем с события областного масштаба. 12 сентября Клин, как и все Подмосковье, посадил свои деревья. 12,5 тысяч новых саженцев, а еще вишневый яблоневый сад. Но обо всем по порядку. Николай Степанович с супругой в Майданово живут недавно. Говорят, за свою жизнь уже успели и дом построить, и сына вырастить, и дерево посадить. Да не одно, а целую березовую аллею, прямо под окнами новой квартиры. Мы уже эту третью березку сажаем. Мы два места как живем здесь, поэтому нам жить здесь до конца. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы наши деревья все росло, чтобы и потомки наши здесь ходили, гуляли, вспоминали, что кто-то посадил здесь для нас сад. Сад в Майдановском парке времена года обещает быть богатым. С березами, липами, ивами и кустами боярышника. Каждому саженцу отведено свое посадочное место в соответствии с проектом, разработанным клинскими экологами. Все посадочные места определены. Здесь будут аллеи. Люди здесь будут гулять. Здесь будут у набережной, организованной по проекту, зоны отдыха, скамейки будут стоять. Вот эту аллею можно назвать медицинской. Клены здесь сажают сотрудники станции скорой помощи. Они, так сказать, помогают нашей экологии выздороветь. Дерево дает кислород. Это легкие городские. Это вообще просто хорошая традиция, введенная нашим губернатором Владимировичем Воробьем. Садить лес в наших городах. Это исплачивает нас и жителей местных. Губернаторская акция по посадке деревьев сплотила и клинских меценатов. На посадку вишнево-яблоневого сада приезжали целыми семьями. Не для себя, для города. Деревья нам помогают дышать. Они чистый воздух нам дают. Нам дышать помогают чистым воздухом. Это не просто посадил дерево. Мы за этими деревьями будем ухаживать в обязательном порядке. В посадке приняла участие глава района. Вместе с заместителем культуры Московской области Григорием Моховым меценаты посадили более 30 новых саженцев. Я вижу основной смысл вот этих акций в объединении жителей города в одной важной цели. Сохранение природы своего города. Интересно, что в масштабах Клинского района акция по посадке деревьев – это не только сохранение природного богатства, но и культурного наследия. Так, усадьбе Демьянова работниками культуры и просто неравнодушными жителями была восстановлена историческая липовая аллея. Когда-то по ней гулял и сам Петр Ильичиковский. Было посажено более 70 лип. Да, и я думаю, что со временем эта аллея превратится тоже в такую же красивую, как и другие аллеи парка. Это наш черт, а ты посадил свое дерево! Татьяна Барулина, Александр Сидей, Сергей Гладкий, Наталья Красавина. Новости дня.